Сегодня очень напряженная повестка дня у нас в Государственной Думе на пленарном заседании. Это третье чтение бюджета на 2019-2021 год. Это третье чтение изменений в бюджет 2018 года. Это встреча с руководством Молдовы. Это рассказ Центробанка о кредитно-денежной политике. То есть вот такие вопросы очень серьезные и очень такие по времени затратные и требуют серьезного обсуждения. Ну я начну с Центробанка. Сегодня вот этот вопрос будет оформлен в виде постановления Государственной Думы. Мы будем рассматривать предложение Центробанка по денежно-кредитной политике на три последующих года. Вообще президент поставил перед нами очень амбициозную задачу. Она заключается в том, что наша страна должна выйти на уровень экономик мировых, причем попасть в топ-5 ведущих экономик мира. Безусловно, Центробанк имеет к этой задаче самое прямое и непосредственное отношение. Но давайте посмотрим, как у нас все это получается. Дело в том, что наша фракция не поддерживает ту денежно-кредитную политику, которую проводит Центробанк. Во-первых, Центробанк смотрит на то, что дает рекомендации, какие Международный валютный фонд. Вот они пользуются этими рекомендациями. Дело в том, что Международный валютный фонд – это не та организация, которая сегодня будет заинтересована в росте экономики нашей страны. Следовательно, эти рекомендации не должны быть. Существенный инструмент для Центробанка, который сегодня играет огромную роль в развитии экономики – это ключевая ставка. Если мы посмотрим ключевую ставку по другим странам, то мы можем заметить, что, например, в Соединенных Штатах Америки она 2,5%, в Западной Европе в странах она нулевая, если посмотрим по нашим соседям, 1,75% – это Китай, а в Японии, например, минус 0,1%. Какая же у нас ключевая ставка? Она у нас 7,5%. Более того, эта ключевая ставка начинает потихоньку подрастать. 14 декабря будет очередное заседание Совета директоров Центробанка, и я нисколько не удивлюсь, если там будет поставлен вопрос о повышении в очередной раз ключевой ставки. Что это значит? Это значит, что экономика нашей страны сегодня испытывает огромные трудности. Огромные трудности эти только потому, что у нас очень дорогие кредиты. Кредитные ресурсы, они настолько дороги, что если мы посмотрим по обрабатывающей промышленности, где-то порядка 4,5% прибыли промышленных предприятий уходят на обслуживание кредитов, и только 1,5% достается на развитие. Ну как можно с таким подходом выполнить вот те амбициозные задачи, которые поставил президент? Далее, кредиты. Вот эти кредиты, которые сегодня очень дорогие, берут и сельхозтоваропроизводители, и промышленные предприятия. Эти кредиты приводят дорогие к тому, что Центробанк способствует сжатию денежной массы. И в результате получается, что экономика страны задыхается без денег, причем при их наличии. Это огромная и серьезная ошибка Центробанка. Монетизация экономики сегодня составляет порядка 40-45% в нашей стране. А вообще, ведущие экономисты мира, нобелевские лауреаты, они говорят, что менее 50% монетизации экономики быть не должно от ВВП. Не должно. Тогда уже полный провал и крах. У нас она на уровне, предположим, таких стран очень слабых, развивающихся, как африканские или латиноамериканские. Вот это еще одна позиция Центробанка, которая вызывает серьезные сомнения и нарекания. Следующий момент, о котором хотела бы сказать, это борьба с инфляцией. Да, сегодня есть некоторые успехи Центробанка в борьбе с инфляцией, но тем не менее, давайте посмотрим. По прогнозам, на конец 2018 года инфляция составит порядка 4%. А по тем же прогнозам Центробанка и Минэкономразвития на 2019 год она составит около 5,5%. То есть вот эта жесткая политика, монетарная политика Центробанка, она, собственно говоря, не оправдывает своих целей. Борьба с инфляцией, а где она эта борьба, когда инфляция растет? То есть и политика Центробанка не помогает, инфляция растет. В таком случае, зачем такая политика нужна? Вот это вопрос из всех вопросов. Мы сегодня видим, как уходят из страны деньги. Но, во-первых, хотела бы сказать, что сегодня Центробанк не делает ничего для того, чтобы предприятия имели длинные деньги. Кредиты предоставляются на очень короткий срок. И поэтому, естественно, выполнить какие-то задачи далеко идущие предприятие не может. Это еще раз добивает, собственно, нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Поэтому, естественно, с такими кредитами мы не можем долго жить и развиваться. Наша экономика не может развиваться. Вот я хочу сказать вам, что 8,5 триллионов рублей за три года планируется на эти деньги закупить валюту. Вот закупается валюта. Валюта эта вкладывается не у нас, понятно. Раньше вкладывалась в Соединенные Штаты Америки, теперь из США вывели эти деньги. И теперь вкладывается в страны Западной Европы. Но это же не в нашу экономику. И получается, что мы опять наши деньги отдаем на развитие экономики других иностранных государств. Это еще одна просто чудовищная ошибка, которую допускает и правительство Российской Федерации, и Центробанк. Вывод капитала из страны. Вы знаете, вот с 2014 года такого роста вывода капиталов из страны просто не было. На сегодняшний день 10 месяцев мы, если возьмем с января, и вот 10 месяцев текущего года, то получим 42 миллиарда долларов ушло из страны. Давайте посмотрим. Санкции, огромные риски, а все равно деньги уходят из страны и такими огромными темпами. Почему? А потому что нет доверия банковской системе. Раз. И нет доверия экономической политике нашего государства. Поэтому деньги уходят. То есть тот барьер, который должен был поставить Центробанк, этого барьера просто-напросто нет. Центробанк считает, что инвестировать в экономику нашей страны должны сами граждане. Мои дорогие, как могут инвестировать граждане при таком уровне их доходов? Это же нереально и невозможно. Поэтому сегодня у нас единственное, что есть у граждан, это огромные долги. Эти долги примерно, я так скажу, 13 триллионов рублей. 13 триллионов рублей долгов граждане. Вот это действительно реальный результат. Ну и хотелось бы сказать впоследствии, что вот та политика и те позиции, о которых я сегодня сейчас сказала, они категорически не устраивают. Большинство наших граждан, наших избирателей, они не устраивают сегодня нашу фракцию, все левопатриотические силы. Поэтому, естественно, политику Центробанка нужно менять. И об этом мы сегодня будем говорить на заседании Государственной Думы. Сегодня один из важнейших вопросов повестки дня – это рассмотрение закона о федеральном бюджете на 19, 20, 21 годы, в третьем чтении. Я хочу напомнить, что в первом, во втором чтении закона наша фракция голосовала принципиально против документа. И на сегодняшний день наша позиция принципиально не изменилась, она остается прежней. Мы будем голосовать против этого документа. Каковы наши аргументы? Какова наша позиция? Чем она объясняется? Мы рассматриваем бюджет как то средство, тот инструмент, с помощью которого Россия должна ответить на серьезнейшие вызовы, которые встали перед нами вот сейчас в современную эпоху. Вызовы в экономике, вызовы в демографии, в образовании, в науке, в здравоохранении – в целом ряде вопросов. Эти вызовы отражены и в послании президента весной, и в майском указе номер 204. Но очень слабое отражение, очень слабые копии или даже тени этих задач мы видим в сегодняшнем предлагаемом к принятию проекте закона о бюджете на трехлетку. Во-первых, формирование бюджета исходило из того, что прогнозный рост темпов экономического развития, рост валового внутреннего продукта составит 1,7-1,8, ну не более 2%. В то время как среднемировые темпы роста ВВП на уровне в 2-2,5 раза выше. Сегодня Россия имеет долю в мировом валовом продукте примерно 2-2,5%. И мы видим, что если такими темпами двигаться, то ни о какой пятерке ведущих экономик, ни о каком решении серьезнейших стратегических задач суверенитета, независимости страны на этом пути не решить. Во-вторых, бюджет сформирован с профицитом, и это подается как большое достижение. Но этот профицит составляет 2 триллиона почти рублей, если брать 2019 год. Однако что это означает? Это означает, что вместо того, чтобы вложить средства, которые получены от экспорта углеводородов в те отрасли, в те сферы, которые нуждаются, а нуждаются и промышленность, и агропромышленный комплекс, и система здравоохранения, и образование, и наука. Вместо этого целиком весь этот профицит укладывается под некую подушку под названием «Фонд национального благосостояния». Третье, что нас не устраивает принципиально в проекте закона о бюджете. Этот бюджет закрепляет социальное неравенство, колоссальное социальное неравенство в стране. Он не трогает доходов олигархов, он не затрагивает сверхдоходы богатых граждан, отвергая прогрессивную шкалу НДФЛ, отвергая хотя бы частичное небольшое изменение бюджетного правила. Всю тяжесть наполнения бюджета перекладывает на повышение пенсионного возраста, на повышение налогов, включая повышение НДС, и на то, чтобы установить новый налог, например, на самозанятых. И таким образом бюджетные доходы должны будут формироваться исключительно из карманов небогатого большинства наших граждан. Конечно, это принципиальные позиции, можно говорить и о других не менее значимых моментах, таких как сохранение консервации в тяжелом, плачевном финансовом состоянии большинства наших регионов. Государственный муниципальный долг составляет порядка 2,5 триллионов рублей. Как решать сотни задач, как решать исполнять десятки и десятки полномочий, которые перед ними стоят. Таким образом, мы видим, что законопроект о бюджете, представленный правительством, поддерживаемой партии и власти, не отвечает ни стратегическим задачам, стоящим перед Россией, ни отражает даже то, что есть в майском указе президента. Поэтому фракция категорически будет голосовать против этого документа в третьем чтении. Редактор субтитров А.Семкин